В эфире телекомпания Круг Новости с обзором наиболее интересных событий к этому часу журналисты информационной службы и я, Александр Катунцев. Здравствуйте! Сегодня в выпуске. Одесский городской голова Геннадий Труханов дал интервью столичному изданию «Левый берег». Из-за неубранного коммунальщиками снега одесские дороги и тротуары превратились в болото. По вине городской власти неорганизованная торговля цветами создает аварийную ситуацию возле рынка «Привоз». Патрульная полиция Одессы провела праздничную акцию к Международному женскому дню. Судебные разбирательства, дело Краяна и частые командировки. Выборы и перевыборы. Георгиевская ленточка и судьба Крыма. Такие темы были подняты шеф-редактором столичного издания «Левый берег» Соней Кошкиной в ходе двухчасового интервью с городским головой Геннадием Трухановым. Что мэр думает по этим и многим другим вопросам – подробнее в нашем сюжете. Тима бесчисленных командировок, отпусков и больничных не могла не стать одним из первых вопросов столичного СМИ. Шеф-редактор «Левого берега» Соня Кошкина все пыталась понять, что наш мэр делал в Довосе. «А у вас были какие-то встречи?» «Ну, больше мы туда приехали для того, чтобы презентовать себя и…» «Но вы же не выступали?» «Я не планировал выступать». «Вы с президентом до Восе встречались?» «Нет». «И не хотели?» «И не планировали». «Но все понятно. Он поехал презентовать себя, но выступать, то есть, светиться не планировал. Это мы извиняемся как? Как-то, в принципе, возможно, если оба утверждения противоречат друг другу. Тут, как в том анекдоте, вы, господин хороший, либо белье наденете, либо крестик снимите, а то ваша презентация какая-то непрезентабельная получилась. И еще о странном отсутствии Труханова на рабочем месте в течение двух месяцев. «Вы понимаете, что со стороны, как это выглядело со стороны? Это выглядело как внезапный отъезд и нежелание возвращаться в Украину по каким-то причинам. Достаточно длительное время». «Ну, это выглядело со стороны, вы знаете, это не выглядело со стороны тех, кто хотел так думать». «Ну, так думали большинство?» «Нет, это думало не большинство. Те люди, которые меня знают хорошо и верят в меня, прекрасно понимали, что если я это делаю, на это есть причина». Так ответить мог, ну, скажем, какой-нибудь погрязший в собственных амбициях лидер страны Ближнего Востока нелиберального толка. Ну, знаете, я так решил, потому что решил, а все, кто не согласен, голова с плеч. Да и, в принципе, в словах нашего головы понять причинно-следственную связь вообще не представляется возможным. «Вы знали, что ведется разбирательство НАПО. Почему вы уехали так надолго? Почему вы не вернулись раньше, окей, там, сразу после праздников, например?» «Я отвечал на этот вопрос, отвечу вам сейчас с уважением. «Вы хотели с детьми, с внуками, и нужно было полечиться. Но иногда ситуация складывается так, что вы делаете то, что вынуждено, а не то, что хотите. Особенно, если вы мэр крупного города». «Вот в этом-то ваша ошибка, судя по тому, как вы задаете вопрос и ваше убеждение, убежденность в этом вопросе. В этом ваша ошибка, что вы настроили себя на такое восприятие. А если вы отпустите немножко ситуацию, будете рассуждать как просто человек». Но Геннадий Труханов снова в своем репертуаре поучает. Помните, как он давал советы прокурору САП не ерничать, в суде сконцентрироваться? Теперь вот известному журналисты советы советуют, как самый умный. «Вы знаете, что многие считают, что были договоренности конкретно с представителями власти. Именно поэтому...» «Вы знаете, мне уже сложно оценивать фантазию, человеческую фантазию, если вы говорите, что со мной поступили очень хорошо. «Да, дав возможность подтянуться моим сторонникам в суд, но это не совсем. Я даже, честно говоря, удивлен очень таким восприятием, насколько так вот это все. Мы разные версии сейчас обсуждаем. Эти версии очень такие интересные, я вам скажу. Я поняла, вот эти сторонники, именуемые в народе тетушки, это было по вашей просьбе или это ваши коллеги здесь решили направить подмогу? У нас разные понимания о сторонниках. Дело в том, что я считаю сторонников тех депутатов, которые приехали в суд и достаточно цивилизованно, нормально себя абсолютно по-человечески вели. О да, этих интеллигентных и дико цивилизованных сторонников мы видели. Наверное, особенно интеллигентно они вели себя на заправке, когда угрожали женщине. Одесситке Татьяне Петракевичей, журналисту Григорию Казьме. Высокие, высокие отношения. Вас, кстати, не удивило то, что вам даже залог не назначили? Ну, это бред вообще какой-то. Почему? 50 миллионов, вы считаете, это адекватно при зарплате моей до 10 тысяч гривен? И при наличии тех домов, которые прочитал этот, которые читал детектив или сторона обвинения? Вы живете на 10 тысяч гривен, хотите сказать? Вы, я могу взять и показать, где я живу. Где, вернее, где то, что они мне нарисовали, 50 миллионов. То, что нарисовали, это другое. Но за 10 тысяч гривен в месяц, два месяца сидеть за границей, ну извините, вам на один день вене не хватит. Вы понимаете, дело в том, что у меня есть декларация. Я читала вашу декларацию. Да. Вот у меня есть денежки, я их потихонечку трачу. На себя, на своих детей. А если будет не хватать, что-нибудь продам. Господа, ну это же просто гениально. Денег нет, но он потихонечку тратит. И если что, то что-нибудь продаст. Бредове ответа не придумаешь. Хотя, если вспомнить, что семья Труханова копеечка к копеечке умудряется жить на широкую ногу на одну мамину пенсию, понимаешь, что правдой в этих словах и не пахнет. И да, если исходить из сделки с Краяном, можно понять, как силен Геннадий Труханов в покупках и продажах. Цену 185 миллионов он завышенной не считает. 14,5 тысяч метров. Цена такая-то. Также еще раз хочу. Не завышенная вы утверждаете? Нет, я просто хочу вам сказать, что, еще раз, я не оценщик. Я спрашиваю, что это за цена? Вот по этому курсу, не помню, когда такой курс был, но мы, по-моему, считали там 494 или 490 долларов за метр. Я говорю, хорошо, давайте специалисты, ответьте мне, пожалуйста, 490 долларов в метр. Геннадий Труханович, ну это хорошая цена. Теперь от больного, извините за такое слово, восприятие окружающего. Почему мэр уехал, убежал он налетит? Я считаю, что это немножко воспаленные такие умы, почему-то так воспринимают. Теперь очень важно понимать, когда мне задают вопросы, я удивлен. Если бы только Геннадий Труханов знал, насколько удивляют его ответы. Тут уж граждане попахивают не просто воспаленным воображением. Тут все происходящее смахивает на полное отсутствие мысли как таковой. У вас есть еще два дела, я хочу перейти к ним. Это аэропорт и это дороги. Осенью прошли в октябре обыски были у вас. Что с тех пор по этим делам? Ничего. Вам не предъявляли ничего? Ну, наверное, это дальше будет такая вторая серия, третья серия. Третья серия? Да у нас, говоря правоохранительным языком, мэр – маньяк. Может быть, теоретически, я вам скажу, еще раз скажу, мне уже сложно, когда я слышу некоторые версии, наверное, либо я, человек старого формата, я даже не могу представить себя, что такое человек может придумать. Прям придумать? Вот, прям придумать. Нет, я имею в виду в контексте того, что вы говорили ранее, что я боялся того, что меня в розыске. Ну, это же очевидно, ну, послушай, серьезно говори. Ну, если серьезно говорить, так и серьезное выражение лица, как говорил один известный герой, еще не признак ума, а скорее симптом. У вас постоянно происходят недопонимания, скажем, это так назовем, с общественными активистами, в частности, теми, которые протестуют против застройки исторического центра Одессы. Ну, это вы их называете активистами, я их не называю активистами. Это не активисты. А что происходит? Это просто, ну... Они выполняют конкретные заказы за деньги. Чьи заказы? Ну, я не хочу называть, потому что у меня нет доказательств. Доказательств нет, а обвинения в сторону активистов в том, что они проплачены, есть. Но что тут скажешь? Как говорит однонародная мудрость, каждый думает в меру собственной распущенности. Вот мне что не понравилось, это что сейчас у нас спасали, оказывается, наш летний театр. Его спасать, оказывается, надо было. Вот. Но я скажу, что спасать не надо было, потому что там никто ничего не собирался строить. Вот так. То есть, градостроительные документы, выданные застройщику, означали, что там никто ничего строить не собирался. Кажется, кто-то опять врет. За время моего мэрства, если так можно сказать, в Одессе не появилось ничего уродливого. Мы настолько корректно относимся к своему любимому городу, что за три с половиной года ничего абсолютно плохого, ничего не появилось. Ничего, да взять хотя бы Аркадию. Более уродливого объекта трудно себе представить даже в страшном сне. И ведь по документам там должно было быть совсем не так, как вышло на самом деле. И за это убожество отдельное огромное спасибо именно вам, господин Труханов, обозначившему первый год после выборов не только уничтожением Аркадии, но и аутентичности французского бульвара с переносом трамвайного кольца. И да, о выборах. Оказывается, Геннадий Труханов никак на них повлиять не может. Я не влияю на ход выборов. Это делается комиссия, которая сформирована фракциями парламентскими. Как вы знаете, у меня нет там фракции и влияния нет. И на комиссию в том числе территориальную. Да ладно, на Ахмерова не было влияния? Тогда почему он так преданно продолжает служить Труханову, ездит на все судебные заседания и выносит как член исполкома нужные вопросы? Или имеется в виду нынешний руководитель избиркома Григорьев, которого назначил сам Труханов? А чего стоят пассажи про небезызвестного Владимира Галантерника, которому, кажется, принадлежит уже вся Одесса? С Галантерником у вас все-таки, несмотря на то, что вы редко общаетесь, равные отношения или кто-то в этих отношениях больше, кто-то меньше? Вы знаете, я четко разделяю в жизни дружеские отношения и служебные. Поэтому у нас нет такого, что бранные, кто-то выше. Вот вы, не знаю, наверное, складываете себе психологический подряд, мой в том числе, или своего собеседника. Похоже, что я под кем-то буду сидеть и что-то делать, чьи-то командой выполняю? Я похож на такого человека? Похоже, но я должна вас позадать этот вопрос. Ну, я вам говорю, что это первое. Второе, что я бы мог выстраивать отношения за пределами кабинета. Ну да, все отношения у них за пределами кабинета, но исключительно в границах в Вериной и Труханову Одесса, которые, не отданы еще Галантернику, остаются все меньше и меньше. И, к слову, о совместном с этим господином пути все знают, что началось все в лихие 90-е. Говорят, что у вас было прозвище капитана, это правда? У меня никогда не было никаких прозвищ. Но вас так никто не называл? Нет. Даже за глаза? Абсолютно. Нет, за глаза, может, я же не знаю, что говорят за глаза. Вы знаете, как его за глаза называют? Знаю. А до 2001 года пробел информационный. Что вы делали вот в этот период, в середине 90-х? Ну, наверное, как и любой гражданин, живущий в то время, выживал. Все граждане, живущие в 90-х годах... Чем они занимались? Чем я только не занимался. Но, видимо, то, чем занимался Геннадий Труханов в те годы в приличном обществе, говорить не принято. Хотя вот же говорит человек, выживал. Он просто не уточняет, кого именно, скольких людей успел выжить и может даже отжать. И какая странная позиция у Геннадия Труханова, который утверждает, что у него нет криминального прошлого, в том числе проблем с законом в Италии. Пытались ли вы, как уже сейчас официальное лицо, связаться с итальянскими правоохранительными органами, возможно, с посольством, для того, чтобы уточнить, что это вообще за информация, почему там ваша фамилия, почему там ваши личные данные, как, например, этот адрес и другие данные? Я вам скажу, что я в свое время уточнял, получил отрицательные ответы, что ко мне претензий нет. Отрицательные ответы, что ко мне претензий нет. Я успокоился и больше не обращался никому. А от кого вы ответы? Сейчас расскажу, что вы не помните. Да? Нет. Вы настроены? Нет, я хочу просто добить эту тему, потому что очень много спекуляций. Я хочу, чтобы вы сами рассказали, вот и все. Я вам, в принципе, уже все рассказал. Да, как-то рассказывает наш Геннадий Труханов неубедительно и, главное, опять без доказательств. В прошлом году, и это подтверждает расследование моих коллег, которые занимались так называемыми панамскими документами, в панамском регистраторе, известном КМТК, у нас была оперфаша фамилия, а вот эта фамилия была все-таки связана с российским паспортом. Я хочу понять, как вы оказались в панамском регистраторе. Смотрите, что касается так называемого оффшорного направления, после того, как возникли эти вопросы, была указана компания, в которой я обратился к учредителю этой компании или этих компаний. Был сделан запрос по этим двум компаниям и поступил ответ от этих компаний, апостелированный ответ, официальный ответ, что я в учредителях этих компаний, у меня нет. Меня удивляет, что вы все, вот вы говорите, вы все опровергли, да? Да. Но Panama Papers – это глобальный архив, который касается огромного количества людей по всему миру. Слабо верится в то, что туда кто-то специально станет засовывать конкретно вашу фамилию, используя ту информацию, которую вы здесь уже опровергли. Ну и, конечно, вишенкой на интервьюерном торте стали неудобные вопросы о сепаратизме, Крыме и Георгиевской ленточке, в которой любил покрасоваться Геннадий Труханов. Есть видео, где вы это говорите, и у вас ленточка такая неприличная, классная, но прикол, это колорадская. Я не могу так рассуждать, была ли это агрессия российская, не агрессия. Там определился парламент Крыма, жители Крыма, люди определили свой выбор, там был референдум. Что касается некрасивой ленточки, о которой вы говорите, вы знаете, что я носил ленточку, я стою, она приколота, и мало того, я ее снял гораздо позже, чем это начали делать все остальные. На то время, когда у меня подошли, спрашивали, я ответил то, что я знал. То, что я знал, как кто, голосовал, Крым, обеспечивались. Я задавал себе вопрос, что искренне считаете? Искренне считаете, что там был нормальный референдум, что там самоопределился парламент и жители Крыма? Я спокойно стоял и говорил, послушайте, из того, что нам известно, проголосовали люди. Не проголосовали люди. Вы же видели, что это был референдум под дулом автомата, вы же видели, что уже был захват парламента Крыма. Вы же понимали, что происходит? Как после этого такое можно говорить? Ну, объясните. Ну, я не могу вам сказать или прокомментировать как-то. Стоит отметить, что под конец интервью у нашего головы не только не осталось комментариев, он вообще переставал держать себя в руках. И чем более неудобными становились вопросы, тем чаще голова чесался, откидывался на спинку стула, стучал пальцами и покрывался красными пятнами. Да, в этом интервью, кажется, комментарии излишни. Снегопад в Одессе все время носит характер стихийного бедствия. Стоит выпасть некоторому количеству осадков, как замирает общественный транспорт, застывают в пробках автомобили, а пешеходы тонут в грязной снежно-ледяной жиже. Мартовский снегопад не стал исключением. Почему так происходит каждый раз, выясняли наши корреспонденты. Снегопады в Одессе обойдется без снежных сюрпризов. И пока голова отсутствовала, то в командировках, то в отпуске отсутствовал и снег. Но стоило Геннадию Труханову вернуться в город, как Одессу замело. И что любопытно, как и во все предыдущие снегопады, городская власть успевала отрапортовать о полной и безоговорочной победе над заносами задолго до того, как грязные и снежные кучерганы исчезали с одесских улиц. Так было и в нынешнем году. Геннадий Труханов заявил о своей личной победе над непогодой, когда город все еще был занесен снегом. Правда, буквально на следующий день случилась плюсовая температура и снег стал исчезать с городских улиц как бы сам по себе. Но исчезал не весь и далеко не сразу. Потому что, как только потеплело, городские улицы, которых никто и не думал убирать, проезжие части и тротуары превратились в снежно-ледяное чавкающее болото, по которому задумчивыми лицами, на которых было написано только одно «хоть бы не упасть», с огромным трудом вот уже несколько дней подряд передвигаются обычные граждане. Один раз упал, больше не буду. У меня подошва немножко тракторная, а так, конечно, скользко. А вы видели вообще коммунальщиков, которые бы снег убирали? Ну, я видел, что машины ездили тут. Они с дороги поснимали снег, а так, когда тут, никто не убирает. Как вам, ой, боже, как вам ходить? Вот так. Вот чуть не убились. Ну, а что делать? Погода такая. Ну, кто-то же, можно было дорожечку хоть расчистить. Ну, вот здесь ее вообще можно было асфальтом проложить, начнем с этого. А расчистить, то это понятно. Ну, а зачем сейчас чистить, если оно пытается завтра? Плохо идти, конечно, плохо. Стараются, чтобы не упасть, не дай бог. Не падали? Потому что, ой, не дай бог, никто не чистит ничего. Они еще бывают, дворники так, песочком присыпят сверху и все. Который такой смывается? Да, да. А потом песок смыл и только грязь. Несколько дней Одессу сковывали серьезные пробки. И главной причиной дорожного коллапса был неубранный снег на обочине и тротуарах. Люди оставляли автомобили прямо на проезжей части, из-за чего она практически переставала быть проезжей. Огромные грязно-снежные кучерганы до сих пор продолжают украшать собой обочины. И, как видно, никто их вывозить не собирается. Более того, несмотря на категорические запретки, малышки продолжают бросать заледеневшие глыбы прямо на дорогу. Добавьте к этому гору мусора, который стал вывозиться еще хуже, а местами и вовсе не вывозится. Болото из грязевой жижи, в которые превратились проезжие части, месиво, талово льда, которыми покрыты тротуары – это то, во что усилиями нынешней городской власти, умеющей только чесать языком, превратилась Одесса, в которой просто выпал обычный снег. Одесская мэрия способна подпортить любое хорошее дело. Муниципальную ложку дегтя в бочку меда чиновники влили в день женского праздника. Халатность коммунальных служб в организации торговли цветами приводит к созданию аварийно-опасных ситуаций и скоплению мусора. На последнем квартале улицы Екатериненская возле привоза тесно даже в обычные дни. Правые ряды заняты лотками, машинами и мусорными контейнерами. Перед праздником тут же разместили цветочников. Понятно, что одним надо зарабатывать на жизнь, другим покупать цветы. И это нормально. Ненормально, как городская власть организовала торговлю. Вернее, не организовала. Машины и автобусы с черепашьей скоростью едут в притирку к покупателям, едва не сбивая их с ног. Пассажирам приходится в праздничный день опаздывать, что должно быть особенно неудобно мужчинам. О культуре торговли в таких условиях можно забыть. Пространство между лотками было заполнено мусором уже в первой половине дня. К вечеру его соберутся горы. Заполненные доверху контейнеры вовремя не вывозятся. Мусор сваливают уже возле них. Всего этого можно было бы избежать при желании. Для начала разместить цветочников в другом месте. Проезжая часть предназначена для транспорта. Но у чиновников мэрии нет желания что-то организовывать. А если собьют кого-то, так это для них мелочь. Важно, что деньги и так собирают. Не успела затихнуть история с угрозами расправы над журналистами на Киевской трассе, как депутат областного совета от партии «Доверяй делам» Олег Киктенко оказался в центре очередного скандала. Как пишет издание «Мегафон», инцидент произошел на Таирово на улице Академика в Вильямсе. Местные жители пытались помешать депутату Киктенко устроить под окнами жилого дома грандиозную стройку, в результате чего попали, что называется, под горячую руку. Олег Михайлович, мы все это фиксируем! Олег Михайлович, не переживайте! Помоги Оле встать. Нога застряла. Оля, уходите оттуда. Вот этот человек только что оттолкнул женщину, куча свидетелей. Оля, не подходите к нему, он ненормальный. Датчики. Допри меня! Допри меня сейчас! Оля, отойдите от него! Девочки, звоните! Карина, звони в полицию, он Олю ударил! Конфликт тянется уже несколько лет. Мегафон пишет. Жители домов по улице Вильямса, 59К и 59Д в 2016 году создали два СМД. Это стоящие рядом два дома, которые построила компания Киктенко, молодежный кооператив «Дом». В домах живет 2,5 тысячи человек. Обслуживающий эти дома кооператив «МЖСТ Дом» также принадлежит Киктенко. Он не передает нашему СМД в управление эти дома. Просто не хотят и все. Хотя мы выиграли все суды. В наши дома встроены его бизнесы, за которые мы платим. Автомойка, ресторан, медицинский центр, супермаркет. Все это находится внутри дома. Он присвоил помещение и оборудование котельной и 6 марта отключил отопление. Сидим без тепла. У него там также есть нелегальные стоянки, с которых он незаконно собирает деньги. Также на газоне, в метре от нашего дома Киктенко начал стройку. Земля ему не принадлежит и разрешения на строительство нет. Там выкопали котлован, поставили арматуру. Приехала бетономешалка. Утром мы стали и переградили ей путь, чтобы они залили бетон. Все вылилось в этот конфликт. Приехал Киктенко и избил женщину. Мы до сих пор тут дежурим. Конец цитаты. Депутаты, доверяя делам, настолько уверены в своей безнаказанности, что устраивают бесчинство средь бела дня. Не так давно тот же депутат Олег Киктенко был замечен в конфликте на автозаправочной станции. И это именно он угрожал журналистам расправы. Когда депутат Улсовета Киктенко, когда он сказал, что вы можете не доехать в Одессу или можете доехать в багажнике автомобиля, то вот этот момент я счел как опасным для себя, для других журналистов. Я сегодня обратился с заявлением А в полицию, Б в НАБУ, потому что вижу прямую причинно-следственную связь между вот этим инцидентом, между этими угрозами и делом, которое сегодня рассматривает Салонский суд. Дело в том, что уголовное дело НАБУ открыто по обращениям нардепов, которые, двое из них, ссылаются на расследование громадского следства по поводу вывода из коммунальной собственности имущества громады ОКЕС. И их угрозы я связываю напрямую с тем, что они узнали во мне журналистов, которые расследуют вот такие случаи, и их действия были направлены на то, чтобы запугать или оказать в багажнике. Казалось бы, после того инцидента дальше уже некуда. Ну вот вам новая история 7 марта. Не стесняясь ни камер, ни присутствующих людей, депутат дает женщине пощечину и прямым текстом посылает всех, кто делает ему замечание. Вот вам истинное лицо доверяйте вам. Кстати, издание «Сбиркомп» пишет, что приехавшие сотрудники полиции и местные чиновники утверждают, что депутат не мог предоставить никаких разрешительных документов на строительство, но разбирать стройку не стали. То ли времени нет, то ли желания. Несколько выстрелов прозвучали днем 7 марта у рынка «Привоз». Стрелять пришлось полицейским при задержании группы преступников. О происшествии сообщила пресс-служба главного управления национальной полиции в Одесской области. Полицейские получили ориентировку по розыску группы «Борсеточников». У них есть отработанная схема. Один отвлекает водителя машины, другие забирают из нее все ценное. Возле привоза патрульные заметили четверых мужчин, сидящих в машине. Попросили выйти и предъявить документы. Неизвестные попытались скрыться и наехали на полицейских. В результате наезда трое полицейских отримали целесные ушкоджения. Они были доставлены в лекарь для надания медической помощи. Для остановки транспортного способа была застосована оружие травматичной деятельности. После пяти предупредительных выстрелов полицейские задержали 29-летнего Одессита и трех иностранцев в возрасте от 37 до 51 года. Участники группы проверяются на причастность к другим преступлениям. Всем женщинам цветы. Патрульная полиция Одессы провела праздничную акцию для одесситок. Останавливая автотранспорт, сотрудники правоохранительных органов поздравляли представительниц слабого пола с Международным женским днем. Полицейские работы опасные и, казалось бы, строго мужская. Но в отдельных случаях именно представительницы слабого пола способны разобраться в ситуации намного лучше и быстрее. Очень большая поддержка в экипажах, где работают девочки. То есть есть понимание взаимоподдержки и плеча. То есть если какая-то сложная ситуация, конечно, ребята стоят на защиту. Если это момент психологической помощи, то, конечно, здесь приходит девочка на помощь. Или это какая-то бытовая ссора, или какие-то другие моменты. То есть это понимание друг друга есть. И уже такие экипажи, которые сработаны, то есть это уже слаженный механизм, который выходит на службу, понимает друг друга и понимает те ситуации, которые происходят на смене. Уже третий год подряд сотрудники патрульной полиции Одессы не оставляют без внимания представителей слабого пола и поздравляют женщин с праздником. Мы проводим уже третий год подряд такую акцию. День весны. Поздравляем девушек, женщин, водителей. Дарим им настроение. Напоминаем о безопасности дорожного движения, о соблюдении правил дорожного движения. Желаем счастливого пути и хорошего дня настроения. На постоянной основе, также в последующем будем продолжать. Реакция у всех женщин-водителей практически одинакова. Сначала испуг и небольшое недоумение. Почему их остановили, если они ничего не нарушили? А при виде цветов, конечно же, все тают в улыбке. Не обделили вниманием патрульные пассажиров. В общем, цветы для всех прекрасных дам от патрульной полиции Одессы. Поздравить с праздником можно не только близких и любимых. Каждый хороший человек заслуживает добрых слов и подарков. В день 8 марта молодежная организация «Лайт» провела ежегодную поздравительную акцию «Обнимашки». Помните детскую песенку «Поделись улыбкою своей, и она к тебе не раз еще вернется». Активисты молодежной организации «Лайт» знают, что это так. И чем щедрее ты сам, тем лучше становится мир вокруг. Суть акции – дарить тепло, улыбки, радость, объятия окружающим людям. Показывать, что они не одни. И пускай даже на какое-то мгновение отвлекаться от вседенной суеты, радоваться жизни. И в качестве подарков, в честь Международного женского дня, мы приготовили для наших милых дам прекрасные тюльпанчики. Мы думаем, это будет им очень даже приятно. Пускай даже незнакомые люди дарят цветы, наоборот, это должно только приносить дополнительное счастье и улыбки людям. Чтобы незнакомые прохожие смелее шли на контакт, участники акции придумали средство для сближения. Таблички с надписями «Мне грустно», «Одиноко», «Холодно», «Обними меня». И не нужно искать в этом какой-то второй скрытый смысл с намеком. Все просто, искренно и прилично. Когда обниматься подойдет ребенок, ему дарят шарик, девушкам тюльпаны. Не спрашивают даже имени. Хотя, если кто-нибудь захочет познакомиться, это не запрещается. Согласитесь, романтично встретить свою будущую любовь именно 8 марта. И потом отмечать в праздничный весенний день годовщины знакомства. Такое везение дано не каждому. Но у всех, кто обнявшись получил шарик или цветок, стало светлее на душе. Александр Виноградов, Вячеслав Попелюх, телекомпания «Круг». Наш выпуск новостей подошел к концу. Далее информация синоптиков о погоде. А мы поздравляем всех наших женщин, таких разных и таких прекрасных, с первым весенним праздником – Международным женским днем. Пусть в вашей душе царит весна, пусть ваши глаза всегда светятся от счастья, а лица сияют от улыбок. Удивляйте и вдохновляйте. Пусть мужчины дарят вам не только цветы, но и свою любовь, заботу, нежность и внимание. И не только по праздникам. Всего вам наилучшего и до встречи в эфире. По прогнозу гидрометцентра Черного и Азовского морей 9 марта в Одессе переменная облачность. Утром туман. Днем возможен дождь, гололед. Ветер южный 9-14 метров в секунду. Температура воздуха ночью от 1 градуса мороза до 1 градуса тепла. Днем от 4 до 6 градусов тепла. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова